Всем привет, друзья! У нас сегодня новый ролик, он опять про нашу около дрифтовую тематику. Мы продолжаем пробовать себя в автоспорте и пытаться достичь хороших результатов. В общем, как вы можете заметить, рычаги уже стоят не желтые, рычаги стоят какие-то вот темно-бордовые. Рычаги эти называются тайка, они у нас были в наличии, лежали просто так вот. В чем идея этих рычагов? Они максимально скоростные, максимально приближены к каким-то красноярским схемам, как называют вот эти вот быстрые вывороты. Якобы быстрые подвески придумали в красноярске, поэтому она так и называется одноименно. Итак, чем же они вообще отличаются от желтых и зачем они здесь оказались? Пытались найти на машине темп, казалось, что машина едет недостаточно быстро. Поставили эти рычаги с пониманием того, что выворота будет гораздо меньше, машина будет ехать менее эффектно, но быстрее. Поэтому поставили, идея-то себя оправдала, машина реально стала ехать быстрее, но теперь категорически не хватает выворота. Вообще не хватает, от слова совсем. Здесь есть несколько проблем. Во-первых, вот здесь, если посмотреть внутри, у нас упирается сошка, даже не сошка, а у нас упирается рулевой наконечник в рычаг. Так, мы сейчас это дело исправим, если говорить о том, что снаружи, здесь картина немного другая. На этой стороне мы можем заметить, что у нас буквально суппорт, практически тормозной шланг, упираются в пружину. Потому что эти рычаги сделаны под заднее расположение суппорта без переноса его. У нас под желтые рычаги он был перенесен, поэтому мы сейчас суппорт переворачиваем назад, оставляем этот же суппорт, эти же диски, но перевернем назад. Отпилим от рычага, добавим выворота. Это редуктор, редуктор с блокировкой, с блокировкой винтовой, как он там правильно называется, но это не совсем, наверное, торсом, а может быть и торсом. Ну, расскажите мне. Она нам абсолютно подойдет сюда. Сейчас машина на заварке и мне не нравится, как работает заварка. В первую очередь, под сброс газа машина очень долго стабилизируется. Когда мы едем в большом углу, давим на педаль газа и нам надо, допустим, замедлиться или переложиться, как правило, когда нам нужно замедлиться именно, происходит следующая история. Машина, потому что колеса у нее заблокированы, продолжает скользить куда-то наружу, наизнанку. Потому что колеса крутятся с одной скоростью, что не позволяет машине начать катиться вовнутрь, а не наружу. Соответственно, блокировка у нас даст возможность колесам распускаться, и машина будет более эффективно залетать вовнутрь поворота и более эффективно останавливаться. Ну, и еще бытует такое мнение, мы проверим на самом деле, так это или нет. Но, поговаривают, что даже в некоторых дугах машина оборудована блокировкой, когда колеса у нас крутятся не одновременно, не одинаково, а есть какое-то перераспределение момента, что она едет быстрее. Это мы, конечно же, увидим после тестов, но блокировочку поставим обязательно. На этих выходных нас ожидает целых два этапа в Новосибирске, и мы оба их проедем, что существенно увеличивает наши возможности на успех. Погнали, работаем с тачками и едем на тренировку. Сегодня у нас дрифт-зима. Трек этот впервые в этом сезоне мы будем ездить по этому треку. То есть, это новый для нас трек, мы не знаем вообще, как, что будет. Пойдем регистрироваться, скоро будут тренировки. Пойдем регистрироваться, скоро будут тренировки. Ну и если говорить о техническом задании, которое попросили нас выполнить судьи, оно сегодня выглядит следующим образом. Его можно разобрать на примере моего квалификационного заезда, потому что он выглядел очень неплохо. Постановку хотят от нас увидеть в хороший угол, и вот в этом месте нужно доехать максимально широко, но не попасть вот на эту грань снега. В шпильке нужно показать хороший ровный темп, соответственно, с ровным углом, чтобы это выглядело максимально красиво и однородно. Перекладку обозначить, чтобы было видно, что мы перекладываемся не через прямые колеса, а бросаем тачку в занос. И вот здесь, в этих так называемых велюшках, судьям хотелось бы, чтобы мы ехали по некой параболической траектории и показывали то, что машина едет не прямо, а управляется в заносе и едет по какой-то широкой траектории. И у нас квалификационный заезд четверка, едет Саня Лукьянов за рулем. Разгон, флип перед постановкой, флип отчетливо, его здорово видно, хорошо идет по дуге траекторный автомобиль. Здесь довольно широко, даже может быть шире, чем просили судьи на брифинге. Дальше в шпильку, немножечко поуже, посередине траектории. Здесь машина замедляется, но это скорее из-за самой концепции автомобиля. Перекладка хорошая, здесь по дуге, вот это небольшие вот эти манжевания, так сказать, нужно пройти и нарисовать дугу, как нас просили судьи. И это получается сделать у Сани, небольшие есть коррекции, но в целом заезд неплохой. Мы молодцы, мы прошли квалификацию, причем довольно неплохо. Саня у нас сегодня седьмой с 89 баллами, у меня 95 баллов и второе место в квалификации. Едем мы сегодня топ-16. Плохая новость в том, что если мы проходим стадию топ-16, в топ-8 мы поедем вместе, друг против друга. Но вот такая бывает сетка, мы едем в парные. Едет наша четверка с Иш-Одой. Разгон, Ода не отстает, висит в заднем бампере. Флип-подстановка и пытается, пытается по более короткой траектории по внутрику догнать Ода. Четверка едет очень широко, здесь Ода корректируется. Андерстир очень сильный. Машина просто вываливается из траектории и четверка продолжает ехать. По заданию все здорово. Пытается Ода догнать, но для нее этот заезд уже проигран. К сожалению, разгон и четверка немного отстает на разгоне. Флип-подстановка. Ода начинает, начинает четверка догонять по более узкой траектории с небольшим углом. И догнать получается уже вот здесь, немного шире, чем нужно. Вываливается Иш. И дальше уже начинается парный дрифт с этого момента. Перекладка практически синхронная. Хорошо получается отрабатывать Усаню и именно догонять Оду. Здесь перекладка синхронная. Вот в этих вот медленных местах получается догнать, догнать Ижа. И все хорошо на финиш, уже максимально близко. Неплохой заезд. Ну и к большому сожалению в стадии топ-16 мне пришлось подождать и не ехать свой заезд. Вот проехал я всего лишь Байран, так называемый. Почему? Потому что мой оппонент сломал свою машину и не смог продолжить заезды парные. И в стадию топ-16 не явился. Поэтому Байран, так называемый, чтобы показать судьям, зрителям, что машина работает исправная, я проехал один. Один проезд буквально. И дальше уже жду своей пары в топ-8. И судьи хотят посмотреть перезаезд. Ван мотаем этого заезда. Опять же четверка лидирует. Размашистый флип. На флипе из-за вот этого как раз-таки очень размашистого движения Ода отстает. Опять же приходится резать и ехать через внутряк. Немного вываливается четверка. И это, конечно, траекторная ошибка здесь. Судьи, наверное, поставят за это небольшой минус. То есть перекладка через прямые колеса пытается переложиться Ода и догнать. И это получается. Дальше уже какой-то парный дрифт, наверное, можно так это назвать. И хорошо в заднем крыле держится Ишь. Четверка едет по заданию. И тоже неплохо. И вот здесь вот уже финиш. И на разгоне главное не отстать. Но почему-то четверочка вот отстает в этом моменте. Размашистый флип, постановка. И сразу же после постановки четверка приближается к Оде. Но вот еще нужно сокращать расстояние. Стараться вот в этой шпилечке получается подъехать максимально близко. Но так как темп был очень большой перед входом, расстояние на перекладке сокращается не особо. Но уже меньше. И вот здесь нужно поработать и догнать. И что-то пошло не так. То ли с машиной, то ли не захотела. В общем, четверка ехать куда нужно. Распрямляется. И дальше прямые колеса. В этом заезде Ода дальше. К сожалению, Саня в Туп-8 отваливается. Ода показала себя с неплохой стороны. Довольно быстрая машина. Хорошо ехала в ТОП-16. Но здесь тяжеловато дотянуться до Сузуки. И уже вот в этом месте. Хотя едет хорошо, траекторно режет и довольно близко. Но Сузуки легче и после шпильки удаляется от Оды. Есть расстояние несколько корпусов. Тяжело приходится по самому-самому внутрику ехать ежу. Чтобы хоть как-то сокращать расстояние. И здесь на финиш близко. Но заезд выглядел немного рвано. У нас следующий заезд. Здесь на разгоне не получается сбежать у ежа далеко. Потому что Сузуки, конечно, побыстрее смотрится и чувствуется. Постановка синхронная. И уже через несколько метров, буквально после постановки, Капучино едет максимально близко. Но вот в этом моменте Москвич у нас запинается. И есть коррекция небольшая. Дальше все хорошо. Перекладка максимально синхронная. И остается только лишь доехать, сохранив какое-то расстояние. Буквально полтора метра. Перекладка следующая. Тоже выглядит неплохо. Максимально синхронно. И после перекладок Сузуки уже сразу же в базе у ежа. Сузуки дальше. Москвич. Очень здорово. Заезд стадии топ-4. Уже можем наблюдать. Сузуки лидирует. Жига на разгоне уже отстает. И отстает довольно сильно. Флип, постановка. И через пару секунд только лишь ставится Жига. По траектории Сузуки едет по заданию. Здесь, вот в этой шпилечке, получается, у Жиги немного приблизится. Но на выходе расстояние опять увеличивается. Перекладка в рассинхроне. Расстояние несколько корпусов. В этом месте, конечно же, будет стараться Жига догнать. И это получается. Остается последняя перекладка. Опять же, она происходит несинхронно. Финиш. Этот заезд уходит для Сузуки и меня. Плюс. Разгон. Не уезжает Жига на разгоне. Флип, постановка. Абсолютно синхронно все происходит. После постановки минимальное расстояние. Сузуки едет побыстрее, чем Жигули. Траекторно немножечко вываливается. Жига, скорее всего, это будет являться хоть небольшой, но ошибкой. На перекладку. На перекладку. Перекладка синхронная, красивая, но с небольшим расстоянием. Можно было ехать мне, конечно, и поближе в этих моментах. Ну и здесь совсем уж просто остается проехать. Перекладка синхронная. На финиш. Классный заезд. Получается пройти дальше по сетке. И финальный заезд. Я еду с Павлом Захаровым. Один из самых сильных пилотов, не побоюсь того слова, Новосибирска. Очень быстрая семерка. И здесь прям мне сразу хочется с разгона удрать, но не получается. Максимально жму на газ. Не получается уехать от быстрой Жиги. Паша режет, едет поуже. И вот в этом моменте как раз таки пришлось мне отпустить газ и замедлиться. Что не успел Павел понять. И бьет мне в переднее колесо из-за моего слишком сильного замедления. Дальше все хорошо и вопросов нет никаких ни ко мне, ни к Жиге. Хороший проезд, но скорее всего за ошибку это сочли судьи вот это замедление. И у нас разгон. Синхронная постановка. Очень классно в большой угол ставится Жига. Здесь Сузуки быстрее и получается отработать, поймать Жигу и ехать с минимальным количеством коррекций. В таком же угле в этой шпильке выглядит все максимально круто. Синхронная перекладка практически с расстоянием 30 сантиметров. Здесь на следующей перекладке тоже очень близко и максимально синхронно. Сразу же после перекладки получается заехать в базу, залететь к Жиге. Максимально близко. Ну и терять-то уже честно говоря нечего. На финиш классный заезд. Один из самых крутых наверное заездов сегодняшнего дня. Но к сожалению второе место из-за вот этой вот ошибки первым номером. Нужно было ехать аккуратнее. Сузуки да, была быстрее. Но сложилось так как сложилось. Судьи посчитали это за ошибку. Ван Матайма никакого не было. Второе место тоже здорово. А ну что, спасибо всем кто причастен к гонкам. Это здорово, что мы делаем дрифт, продвигаем его. И у нас все получается. Спасибо всем кто причастен, ура. Ну и конечно же не забывайте про наш магазин с мерчом. Мы между прочим продолжаем расширять ассортименты. Помимо вот таких вот классных футболок. Вот такие видели наверняка футболки на повседнев. Мы в них ходим. Кружки конечно же. Маски обязательный атрибут нынешнего времени. Совсем недавно у нас появились вот такие вот классные носки выходного дня. Да, скоро у нас праздники, скоро у нас 23 февраля. И по промокоду 23 вы можете получить скидочку 23%. Конечно же мы не могли не подготовить для вас классные подарочные наборы, которые тоже по очень привлекательной цене вы можете приобрести в нашем интернет-магазине. Поэтому обязательно переходите по ссылочкам. Не забывайте про промокод 23. А еще в каждый набор для вас мы обязательно положим подарок. До праздников осталось уже совсем мало времени. Успевайте сделать заказ, чтобы порадовать своих близких. И у нас второй соревновательный день начался. Мы приехали на гонки. Машины у нас замерзли. Мы их вчера здесь бросили. Прошел коротенький брифинг, дали задание. По этой конфигурации мы уже ездили. На прошлом этапе, который был здесь буквально, наверное, две недели назад. Сегодня у нас опять же красноярская конфигурация. Так называемая, если бы мы находились в Красноярске, светофор у нас находился бы вот здесь. Суть в чем? Разгоняемся максимально быстро, практически с дальней дуги. Скорость на постановке у нас будет порядка 100 км в час. После разгона и контрсмещения флипа машина встанет в угол, скорее всего, примерно 90 градусов. Можно будет нажать газ в пол. И через середину в этом моменте, если на прошлых соревнованиях мы здесь ехали в бочке и пошире хотели протянуть, то здесь нас судьи попросили максимально быстро проехать по максимально быстрой траектории. Скорее всего, это будет середина. Перекладываемся тоже через середину очень быстро и начинаем толкать машину опять же в среднюю часть к вот этой вот, к этому медленному повороту, к этой так называемой шпильке. Здесь машину отлавливаем тормозами, ручником, чем возможно. Стараемся прицелиться в две трети по шире трассы. Ширина, кстати, позволяет. Трек прочистили очень хорошо. Ну и после чего снова нажимаем газ в пол, распиноваем машину, ускоряемся и выходим уже на финиш. Нас ожидает в конце еще одна перекладка. То самое место, перед которым я развернулся, когда ехал вторым в прошлой гонке. И финиш, доехали. Чем отличается эта конфигурация от предыдущей? Повторюсь еще раз. Здесь судьи нас не просят подъехать к каким-то клиппинг-поинтам, к каким-то бочкам, найти какие-то апексы внутренней части поворота. Здесь нас попросили сегодня проехать максимально быстро и максимально красиво, показать постановку. У нас вот здесь вот нам нарисовали, что есть плюс 5 баллов квалификации можно получить за то, что машина исполнит так называемый бэквард. То есть после постановки поедет под углом, больше чем 90 градусов, поедет задом вперед с задней частью автомобиля. И за это судьи добавят нам 5 баллов, если мы сможем без коррекции и без критических замедлений машину распинать и поехать дальше по траектории. Квалификационный заезд у нас Александра Лукьянова. Флип, постановка классная, очень быстро едет машина. Здесь, как судьи разрешали, поуже, но с максимальным темпом, с максимальной скоростью. Перекладки хорошие, здесь выезд в шпильку, главное не ошибиться, не зауглиться и не развернуться. Так и делает Саня, едет прекрасно. Машина идет быстро по траектории. Классный заезд на темпе, на хорошей скорости, с хорошими четкими перекладками, с красивой постановкой, высокий балл. И мой квалификационный заезд, разгон, максимальная педаль в полскорость почти 100 км. В час перед бочкой получилось пролететь на такой скорости, что аж стало страшно, если честно. Но судьи просили темп и скорость в заезде, и получается ее показать. Перекладки показаны, может быть, и не особо выражены, но это от того, что скорость уж очень большая была при прохождении трассы на финиш. И второе место в квалификации 98,5 баллов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первый заезд стадии ТОП-32. Сузуки впереди. Не получается у Жиги догнать. Расстояние в несколько корпусов. Перекладка в очень сильном рассинхроне. Вторая перекладка буквально через несколько секунд происходит у Жигулей. По траектории все верно. Расстояние огромное. Едва ли это можно назвать дрифтом. Но здесь, на большом треке, Сузуки может раскрыть свой потенциал и едет гораздо быстрее. Сузуки в заднем бампере не дает убежать. В первом заезде есть преимущество, поэтому можно ехать не очень-то близко, чтобы сохранить машину и не допустить каких-то категорических ошибок. И уже ко второй перекладке получается приблизиться здесь шпилечки. Расстояние буквально метра полтора. Виснет Сузуки на заднем крыле. И остается только доехать. Сильных каких-то вау-эффектов делать уже не нужно. Заезд выигран. У нас заезд ТОП-32, четверка и Саня вместе с ней. Флип, постановка. Красная двойка довольно быстрая и даже на разгоне не отстает. Перекладка в небольшом рассинхроне немного выкатывается шире. Двойка. Здесь приходится работать из внутрика, но видны коррекции и небольшая неуверенность. Четверка по траектории едет хорошо. Тем не менее, в целом заезд смотрится неплохо. И это, наверное, можно назвать неплохим парным дрифтом. Следующий заезд лидирует двойка. Хорошую постановку показывает двойка. Ну и четверка не отстает. Держится довольно близко. Очень крутая перекладка. Сразу же в базу залетает четверка с минимальным расстоянием. Вторая перекладка тоже абсолютно синхронная. Очень круто выглядит. Вовнутрь поехала четверка. И расстояние практически минимальное. Здесь двойка ошибается. Была небольшая коррекция и распрямление. Видимо, задело за бруствер. У Сани получается очень круто отработать. И здесь без вопросов Саня проходит дальше перекладки. Вау! Просто класс! Начинается стадия ТОП-16. Постановка Сузуки лидирует. Красная Жига Дмитрий Ашрафов у нас едет вторым номером. И вот только к шпилечке получается догнать у Димы. Здесь на выходе Сузуки быстрее за счет меньшего веса. На финише расстояние уже становится гораздо больше. Второй заезд. Дима лидирует. Сузуки практически в заднем бампере. Довольно узко Дима поехал. Но допустимо, можно так ехать. Разрешали судьи по заданию. Здесь на второй перекладке Сузуки уже поближе. И после шпильки, да, есть преимущество. И вот здесь происходит что-то непонятное для всех. Для судей, для Дмитрия и для меня в том числе. Хотел поехать очень близко. И когда расстояние было буквально сантиметров 10, никто ничего не понял. Но произошел контакт. Жигу развернуло. В общем, назначают ванматайм перезаезд. Сами мы этого добились. Сами мы назначили себе этот ванматайм. Сузуки лидирует. На разгоне есть небольшое преимущество. Раньше произошла постановка на полсекундочки. Перекладка в рассинхроне. После перекладки с желанием огромным догнать Сузуки. Дима допускает ошибку. И на большем темпе, как раз таки на темпе Сузуки, вылетает. Во втором заезде практически все решено. Просто нужно мне аккуратно доехать и не допустить каких-то серьезных ошибок. Но довольно близко перекладка синхронная. Вторая перекладка тоже синхронная. Сразу же после перекладки не стал залазить далеко вперед. И поехал поаккуратнее, зная, что здесь можно ошибиться. Хочется уже просто доехать. На финише близко. Хорошо. Классный заезд. Я прохожу дальше уже в топ-8. Стадия топ-16. Саня Лукьянов у нас едет. Первым разгоняется. И есть отставание у семерки на разгоне. Перекладка в рассинхроне. Где-то полсекунды разница. Вторая перекладка уже получше. Но четверка значительно быстрее. И это видно в любом моменте трассы. Здесь в этой шпильке четверка просто уезжает от оппонента. И этот заезд идет с Саней в плюс. Здесь остается во втором заезде проехать аккуратно. И не накосипорить, не совершить каких-то ошибок. Постановка хорошая. Довольно близко едет Саня. Здесь на перекладке аккуратно уже стараясь не сделать каких-то ошибок. И заспинивает семерку. Разворачивается она. И небольшой контакт. Заезд выигрывает Саня. Оппонент ошибся. У нас заезд стадии топ-8. Павел Пустовитенко едет на семерке или пятерке. Или это за мной. На разгоне огромное. Расстояние колоссальное получилось у меня найти. И Сузуки превосходит Жигули. Второй заезд. Здесь довольно легко догонять Жигули. Перекладка в рассинхроне. Но расстояние небольшое. На самом деле Жига едет быстро и хорошо. Можете заметить, что пятерочка на аэродинамике. И работает как раз таки с момента постановки. Вот с этой большой скорости. Крайне эффективна эта история. Машина толкается вовнутрь и едет очень быстро. Первым номером едет Вячеслав Цауны. Один из самых быстрых пилотов Новосибирска. И вот здесь Саня хотел поехать максимально близко, но не подрасчитал с разгоном. И допускает ошибку. Ударяет он в шестерку. И заезд проигран. В общем, Саня покатался здорово. Отличный результат. Очень классные проезды. Но на сегодня... Заезд в стадии топ-4 у нас намечается. Я еду против Вячеслава Цауны. На разгоне получается отстать и сделать... Оторваться и сделать себе небольшой задел. Перекладки в рассинхроне. Не получается у шестерки догнать. Сузуки вот здесь шпилечки. Да, уже траекторно. Вячеслав нивелирует расстояние. И прилипает заднее крыло. Хороший заезд. Ровный, классный. Сейчас придется немного поработать. Мне, чтобы выиграть этот заезд. Очень близко на постановке. Буквально в заднем бампере. Немножечко аккуратно. Синхронная перекладка. Очень быстро получается приложиться. У меня на Сузуке за вот этой жигой. Жига очень быстрая. И приходится ехать даже немного вовнутрь, чтобы не отстать. Что получается? Здесь в заднем крыле поаккуратнее, чтобы не натворить ошибок. И я выигрываю заезд. И у нас заезд за третье-четвертое место. Вячеслав Цаун, Константин Моторин. Лидирует шестерка. Очень классная была постановка. Синхронная. Очень близко. Здесь обе машины со спойлерами на аэродинамике. Но шестерка едет побыстрее. И приходится Константину отрабатывать. И очень сильно стараться, чтобы не отстать. Тем не менее, уже на финише видно расстояние в пару корпусов. Шестерка быстрее и уезжает. И у нас второй заезд за третье место. На этот раз лидирует Константин Моторин. Вячеслав Цауна преследует. Синхронная постановка. В заднем крыле едет Вячеслав. Перекладка тоже синхронная. Очень близко. Здесь перед второй перекладкой заваливается в базу. И немножечко отстает. Но шестерка побыстрее. И в этой шпильке получается практически сразу догнать. Расстояние минимальное. И на финиш шестерка ближе. Вячеслав Цауна занимает заслуженное третье место. Очень классные были проезды. Одна из самых быстрых машин на сегодня. И у нас финальный заезд. Еду я против Белоусова Олега. Я на Сузуки лидирую постановка. И после постановки Сузуки просто улетает на несколько корпусов от двойки. Двойке приходится очень сильно работать, чтобы догнать. На большем темпе влетает двойка в перекладки. И вот к этой шпильке получается нивелировать расстояние. Но Сузуки быстрее и к финишу уже уезжает. Примерно на 1-1,5 корпуса от двойки. Преимущество в заезде у меня. Остается только проехать аккуратно. Но это финал и постановка. Двойка проваливается в большой угол. Контакт. Других вариантов здесь не было. Потому что большая скорость была у Сузуки. Но газ не был отпущен. Перекладка здесь синхронная. Сразу в базу к двойке. И буквально в переднем колесе Сузуки гораздо быстрее получается ехать с минимальным расстоянием. Да, много приходится работать. Но на более быстрой машине ехать проще. Ура! Мы наконец-то победили. И что произошло в двух словах. На постановке двойка ставится в огромный угол. Такого от двойки я не ожидал. Что Олег завалит буквально задом в эту постановку. И большая скорость у меня получается в этом моменте. Что делать непонятно. Вариант либо оттормаживаться. Но на тормозах Сузуки полетит просто во внешнюю часть поворота. И вылетит с трассы. Поэтому пришлось ручником добрать такой же угол как у двойки. Времени практически не было на принятие решения. Кроме как удариться и скорректироваться ничего в голову лучше не пришло. И наверное это был единственно правильный метод. Как можно было поехать. Сразу же после этого контакта, чтобы не потерять своего оппонента. Я нажимаю на газ. И Сузуки стабилизируется. Начинает ехать за двойкой вслед. И дальше на перекладке уже остается просто отработать и поехать заезд дальше. Как будто и ничего не было. Ну и если говорить о результатах вот этого уикенда. Вот этих выходных двух гонок. Я считаю, что мы показали очень крутые результаты. И очень неплохо выросли что ли по сравнению с прошлыми соревнованиями. В первую очередь хотелось бы отметить хорошие результаты Сани Лукьянова и четверки. Что во вчерашних соревнованиях, что в сегодняшних. Сегодня по сетке очень далеко получилось пройти. И вот эта досадная ошибка не позволила побороться с Вячеславом Цауны. Ошибка на постановке, которая произошла. Но тем не менее эти выходные можно занести в актив для Сани. Очень хорошие, очень качественные были проезды. Очень крутые перекладки. И получается уже справляться с четверкой. Темп четверки вырос настолько, что уже можно бороться с самыми быстрыми жигами. Классный результат. А что говорить о Сузуке? Ну вот сегодняшние соревнования показали то, что реально Сузуки гораздо быстрее Жигулей. И в Новосибирске пока что нет таких Жигск, которые могли бы справиться с Сузуки. Ну и наконец-то у нас получилось победить. Я думаю, что это не последняя наша победа. И мы будем стараться и дальше в том же духе. Ура! Мы наконец-то доехали до первого места вместе с Сузуки. Ну и лучшей поддержкой от вас будет, конечно же, подписка и ваши просмотры. Всем спасибо, всем пока!